Пожалуйста, 16-й вопрос о проекте федерального закона, внесении изменений в статью 71 федерального закона об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Пожалуйста, Максим Иванович Шаблыкин. Пожалуйста, Максим Иванович Шаблыкин. Пожалуйста, Максим Иванович Шаблыкин. Пожалуйста, Максим Иванович Шаблыкин. Представленный законопроект прошел проверку лингвистическую и леготехнического характера, поэтому еще раз повторюсь, прошу поддержать данный законопроект, его очень ждут объединения охотников нашей страны. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, по мотивам от фракции, ей желающие, включите запись по мотивам. Пожалуйста, покажите список. Николай Николаев Николай Петрович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, на самом деле эта тема именно этой статьи, этого законопроекта, она длится уже почти три года. И дело в том, что принятие закона об охоте ввело новые абсолютно подходы к ведению деятельности в охотхозяйство. И было предусмотрено переход от долгосрочных лицензий к охотхозяйственным соглашениям. Качественный переход, потому что охотхозяйственные соглашения, я хочу напомнить, это единственный вид соглашений по природопользованию, который относится к государственно-частному партнерству. Более того, в законе о государственно-частном партнерстве прямо прописано, что охотхозяйственные соглашения в том числе регулируются этим законом. И основной вопрос был, чтобы преодолеть вот это решение конституционного суда, абсолютно справедливое решение, которое говорило, что до тех пор, пока не будет преодолена и определена неопределенность в части срока, на который можно будет заключать охотхозяйственные соглашения при переходе с долгосрочных лицензий, до тех пор этот вопрос будет просто заморожен. И таким образом, более пяти тысяч охотхозяйственных соглашений потеряли, что называется, почву из-под ног. И когда мы вернулись к этому вопросу в начале работы нашего созыва, то как только мы предложили принять во втором чтении данный законопроект, мы получили сразу более ста писем из различных регионов, которые говорили о том, что они очень ждут решения этого вопроса. К сожалению, надо сказать, что у нас не было согласия с правительством, с Министерством природных ресурсов и экологии в части того, на какой срок мы даем право заключать охотхозяйственные соглашения. И надо сказать, что тот факт, что мы вернули к рассмотрению во втором чтении этот законопроект, это является как раз свидетельством эффективной работы фракции «Единая Россия» с правительством. Потому что на совещании, на встрече руководства фракции с председателем партии, с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, мы показали вот все вот эти письма, все эти вопросы, которые задавали нам наши избиратели, добросовестный охот пользователей. И в конце концов, этот вопрос был принципиально решен. Правительство изменило свою точку зрения, и вот теперь мы, после того, как вчера проголосовали за принятие данного законопроекта вновь во втором чтении, решаем проблемы огромного количества людей. Дело в том, что нам очень важно было, чтобы этот законопроект был принят до 1 августа. Именно потому, что только за август месяц мы видим, что планируется прекращение порядка 300... Коллеги, я еще раз обращаю внимание, учитывая, что у нас время регламентировано тремя минутами, любое увеличение, допустим, на минуты, это уже практически, ну, серьезно увеличивает формат. Пожалуйста, ну, на будущее себя регулируйте. Либо мы должны, на самом деле, пересмотреть эту норму, и пускай будет не 3 минуты, а 5 минут, 7 минут, но это будет норма регламента. Пожалуйста, увеличите время. Спасибо большое. 300 охотно-хозяйственных соглашений должны закончить свою работу в августе. В целом, до конца года, если бы мы не приняли с вами вот эту норму и не примем ее сейчас, то более полтысячи охотно-хозяйственных соглашений также лишатся вот тех инвестиций, которые они вложили долгосрочно, тех усилий, которые они направляли в течение многих лет на то, чтобы и преумножить, соответственно, и животный мир, и защищать леса. Поэтому фракция «Единая Россия» призывает всех вас проголосовать за данный законопроект в третьем чтении. Для нас это в том числе очень серьезный опыт с точки зрения гибкого подхода к законопроектам, с точки зрения, что если мы видим даже после второго чтения, что что-то у нас не складывается, мы возвращаем и принимаем правильные решения. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставится на голосование вопрос номер 16 нашей повестки о проекте федерального закона, вынесение изменений в статью 71 федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о вынесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принят. Федеральный закон принят.